Лидер демократического движения Мьянмы Аун Сан Суджи 18 июня в столице Ирландии наконец-то смогла лично получить награду, которую ей присудили ещё 12 лет назад. Награда Freedom of Dublin присуждается достаточно редко и только людям, имеющим выдающиеся заслуги. Церемония прошла на центральной площади города. Тысячи человек собрались, чтобы собственными глазами увидеть политзаключённого, получившего свободу в своей стране. Вручив Аун Сан Суджи награду, мэр Дублина обратился к аудитории. «12 лет назад ваш сын Ким Морис принял эту награду от вашего имени. В тот день он сказал, «Я надеюсь, что когда-нибудь обстоятельства в Бирме позволят маме приехать в Ирландию, чтобы принять награду самой. Сегодня этот день наступил». Аун Сан Суджи благодарит ирландских граждан. «Это один из незабываемых дней в моей жизни. Меня приветствуют в Ирландии так, будто я одна из вас. И за это я благодарю вас от всего сердца. Вы были на нашей стороне во время невзгод. Эти проблемы ещё не решены, но я уверена, что вы продолжите поддерживать нас. И поверьте, когда я говорю, что вы часть моего сердца, то говорю это искренне, от всей души». 19 июня лидер оппозиции Мьянмы встречает свой 67-й день рождения. По этому случаю ей вручили торт и спели поздравительную песню. «Это действительно историческое событие. Так здорово встретить Аун Сан Суджи в Дублине. После того, как все эти годы мы думали, что никогда не увидим этот день, и ситуация становилась хуже. Конечно, в Бирме до сих пор много проблем. Но это ещё один шаг на пути к прогрессу». Выходцы из Мьянмы приветствуют Аун Сан Суджи со слезами на глазах. Они стали свидетелями того, что многие считали практически невозможным. «Я почти плакал. Мне хочется плакать, понимаете? Это счастливый день для нас. Я очень рад». «Она настоящий лидер. Я счастлива. Я очень её люблю». В 1990 году партия Аун Сан Суджи Национальная лига за демократию победила на выборах. Однако правящая в то время военная хунта проигнорировала результаты голосования. После этого оппозиционерку периодически помещали под домашний арест, где она провела в общей сложности 15 лет. Суджи не выезжала из Мьянмы даже во время коротких периодов свободы, опасаясь, что власти не позволят ей вернуться обратно. Её освободили в конце 2010 года.